Надо это делать 60 секунд, мне кажется, я тут уже полчаса этим занимаюсь. Вы дураки не подумали, да? Огурцы. Вкусно и полезно. Ой, посмотрю, и была упала. Да вообще. Соня, расскажи, что ты завтрак... Ну что ты, как котенок, что ли? Чем ты завтракаешь? Расскажи нам. Мультиборт. Вкусно и полезно. Ты мое солнышко. Дин, опять упал. Два рыбы. Две рыбы. Салфеткой вытирай. У нас дождик идет. Идет дождик. Мамина, и вон свое забирай. Шарик, иди положи и одевайся. Давай шарик подержу. Я подержу. Ты пока одеваться будешь, я подержу. Вот. Вот здесь держи. Нет, вот здесь держи. Вот здесь держи ручкой. А это и уже закрывай. Давай, давай. Аккуратненько, Саэра. Ну расправляй, расправляй. Мы ходили к лору, потому что у нас уже месяц не проходит сопли. И он сказал, что это аллергическое что-то. Не знаю, может правда на цветение. Что-то мы, кстати, вообще вот дураки не подумали, да? В общем, прописали антиаллергенные. Вот серьезно, как бы ты сами не могли додуматься. Ну да ёлок. Сколько ты заплатил? Тысячу сто. Охренеть. За то, что просто сами башкой с вами подумали, что это весная, может быть что-то аллергическое. Вот эксперимент. Такому повторно просто траву, а не проходит. Значит, дело в чем-то другом. Значит, нужно почитать в интернете. Если не аллергическое, значит, что это? А врачи у нас... Ну, в принципе, вся медицина такая экспериментальная. Не, ну а как? Ну, а как еще? Он посмотрел, раздражухи нет никакой. Ну, что это может быть? Первое, самое вероятное в наш век. На самом деле, самое важное, это то, что он сказал, что нет никакого воспаления. Хотя, с другой стороны, когда есть какое-то воспаление или, ну, вот что-то такое, там, ну, сопли зеленые или какие-нибудь, а они у нее не зеленые. Может, на батуты хочешь? Да. Хочу. Так, покажи голову там. Хочется мне креветки чистить? И мне хочется. Хочется, да. Потом смотри, вот так вот за хвостик. О, видишь, и хвостик очистил. А теперь вот панцирь ножки убирай. Я тебе помогаю. Молодец. Вот. И вот. Вкусно. М-м-м, полчаса очистила креветку, и потом уже. Кита твоего красивого. Такой вот у нас тут получился. Да. Мы его сейчас оставим, пускай он высохнет, ладно? А потом, если хочешь, заберешь. Будешь доедать? Как же я тебе? Да. Я точно не переживаю, что вы замерзнете здесь, на улице. А нужно здесь прям быть, да? Нет, мы будем прямо здесь, я просто хотела бы снимать. Да, обязательно, конечно, снимать. Мы также предлагаем вам подойти к селфи-зеркалу. Там оно, в принципе, такое. Приезжает вид на Кремль. При этом вы можете распечатать и отправить на e-mail тоже сразу же. Как вам удобнее. Вас как зовут? Как красотища, Аня. Аня? Очень приятно. Юля, я из Гидон-Рихтера как раз. Вот это такое обезовое мероприятие. Здравствуйте. 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 Как круто. Вот, да, если будем в отеле Ритц, на самом верхнем этаже. Это ресторан. Взяла себе покушать. Здесь грифрутовый, это фреш, такой бутербродик с рыбкой. Думаю, надо было два брать, наверное. Но я взяла себе вот такой вот еще. С таким результатом можно себе позволять уже потихонечку уже постепенно переходить немножечко в режим поддержания не сильного такого сброса веса, а уже постепенно готовить организм к поддержанию того, что я сейчас имею. Конечно, свежие растяжки, они не синюшные, кстати. Они розовые, да, они яркие достаточно такие, потому что, по сути, растяжка, она представляет собой особую форму атрофического рубца. Любой рубец имеет свою эволюцию. Вначале в нем есть сосуды, и поэтому он розовый, а потом они постепенно как бы запустевают и склерозируются, и он бледней, этот рубец. Почему с рубцами и с растяжками сложно бороться? Я всегда их вот сравниваю. Я говорю, это кладбище кожи, ну, по большому счету. Там нет живых клеток. Рубец – это коллагеновая ткань, это волокнистая структура, в которой не осталось живых клеток. А как мы можем восстановить это все, если там ничего живого-то не осталось? Мы можем что только? Либо скамуфлировать, да, там, выровнять по поверхности, выровнять по цвету с кожей, но полностью убрать рубец невозможно практически, да, так же, как и с растяжками. Что еще мы можем сделать? Мы можем нанести повторную, как бы, травму, но контролируемую с помощью пилингов, аппаратных методик, да, там, простые края, с расчетом, что в этапе заживления, создавая более благоприятные условия, он немножко стянется, сузится. Вот на этом основном, собственно говоря, все работы, но все работы с рубцами и с растяжками – это всегда вопрос не одного месяца. Это обычно годы, иногда, ну, у вас очень много месяцев работы для того, чтобы получить реальный результат с такими вот проблемами. Не знаю, помнить его нет, я здесь была на презентации нижнего белья и встала по счастливой случайности под шлагбаум, в общем, меня там охранник пустил, я ему дала 200 рублей и стояла там, по-моему, в районе трех часов, потом благополучно забрала машину и поехала домой. Здесь я запарковалась прямо на стоянке Урица, ну, то есть это подземная стоянка, где специальный лифт привозит тебя прямо к лобби, как это, ну, к ресепшену, грубо говоря, отеля, да, отеля, и я стояла два часа и заплатила за это 1200 рублей. Моя хамуха! Если меня спросят, чем я занимаюсь, я постесняюсь, мне кажется, сказать. Если вам вдруг захочется сделать комплимент моей шее, не стесняйтесь этого делать. Я тестирую новый миостимулятор, который нам подарили на мероприятии в РИЦ. Честно, была сначала идея его продать, а потом я посмотрела отзывы в интернете. Вроде всем нравится. Я решила, попытка не пытка. Лет-то уже, не 18. Так забавно. Сейчас я вам покажу, как подбородок дергается. Вот спасибо! Разряд, говорит, сделай побольше. Саша. Ты у меня такой добрый. И заботливый. Ага. А я сегодня вообще... У меня сегодня прям... Ой. День красоты. Я сделала свою маску для волос. Вообще, там написано, что надо это делать 60 секунд. Мне кажется, я тут уже полчаса этим занимаюсь. Саш, хочешь попробовать? Не, носогубное не получится. Очень неприятное ощущение в зубах. Представляешь, Саш? Чё-чё-чё? Ну, я попробовала носогубные складочки вот эти вот. Прям в зубы отдаёт. Так противно. У меня прям нет второго подбородка, конечно. Но то, что я часто вот так вот сижу, что-нибудь монтирую, там что-то делаю. Ну, у меня бывает. Ну, вот. Она же с тебя ростом. Аккуратно только не урони. Давай встать на место. Вот это тут. Кружечки. Ну, Соньку ложку, о, вилку берём. Вот такую. То есть она уже как взрослая, а просто маленькая. Потому что детские вообще какая-то фигня. Ну-ка, покажи лебедя. Обалдеть, какая красота. Вот какой у нас лебедь получился, да? Очень красивый, Сань, молодец. Мы сегодня дома остались, ничего не делаем. Сейчас будем физкультурой заниматься, да, Сонь? Нет. Как это нет? А пресс качать? Лебедь почему-то плывёт же, наверное, да? Там водичка, наверное, какая-нибудь должна быть. Каким цветом там и должна быть? Что ж ты не закрываешь фломастеры, Сонь? А, вот желтый надо закрыть. Вот начало и до окончания нашего зала. Друзья, слева после того, как вы заходите, это я вас сейчас рассказываю. У нас находится зона пресс-вола, с логотипом компании, где вы можете с удовольствием сфотографироваться, выложить все в социальные сети. У нас есть специальные хэштеги, по которым вы сегодня можете к окончанию мероприятия выиграть приятный приз. Какой-то пока интрига про хэштеги расскажу чуть позже. Саш, прикинь, у меня все аккумуляторы сели. Куда ты поставишь? Ничего у меня нет. У меня камера есть. Да ладно. Ой, их много уже. Огурцы. Маленькие. Маленькие. А такие? Еще меньше. В том году рвали-то. Колючие. Кушай. Там ротик. Колючие? Вот этого желтенькое, да? Классно. Ой, как приятно огурцом пахнет. Конечно, только в грядке. Дай попробовать. Дай попробовать. Какое сегодня число-то? 29-ое. Угу. Подерешь? Ты бы вот это на угол положил, Саша. Чего? Вот это штука. А то, блин, штука может свыть. Угу. 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 Русь. Угу. Угу. Сильно. Не надо. Не надо сильно. Просто вов-вов-вов-вов. Вот так вот. Закатываем. Чтобы нам его от земли не обволочить. Принципиально. Я говорю, не так все просто. Отключи его. Не фухры-фухры. Да. Это вам не ест. Это хорошо, еще ветра не ест. Подожди, сейчас. Ух! Влаги. вот это стол у нас получился там еще картошка жарится это кстати куриная грудка это я не успела дома сделать пожарить в маринаде карри это свиной до шашлык саша снимать а то даже не снимай ничего я хотел он туда на смотровую площадку ты решил по той пасти цеплицу поставили а я занималась клубничкой ток-ток такой ливень прошел вот эту теплицу подняли эту поставили я еще приеду в понедельник чуть покопаюсь клубничка еще вот этого сделала а это еще предстоит то вот тоже здесь вот усы надо обрезать на это вот уже готовенький развитие сделали дождиках полил на это вот папа как раз поднимает грядки чтобы не заливала а